Сказать, что мы расстроены, значит, чего не сказать. Учитывая, что, по моему мнению, команда провела хороший матч. Мы старались много доминировать, много прессинговать, владеть мячом. И правильно отметили, что 20 минут первого тайма, все есть, просто владение мячом было, и масса перспективных атак. В том числе и с ударом Бортонова. К сожалению, пока третий матч подряд, команда покажет хорошую, для меня, по крайней мере, если честно, при перестройке игры, я не ожидал, что так быстро на футболист схватит структуру, стиль. Я думаю, что будет сложнее. И сегодня Рубин, минут 20. Для меня, я опытный человек очень понимал, что шаг не забьем, и когда волна атаки накатывает, 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 все равно не вынуждены ошибки случаются. Это потеря мяча про той ситуацию, обратная игра в оборону, и силы сразу, к сожалению, на атаку, они теряются. У нас немножко справа, мы ударились во фланги. Сначала проигрывали зоны инсайдов, все правильно делали, а потом проигрывали, в смысле, играли. А потом, бусыли во фланг, и там, при такой схеме, 3 плюс 2, фланги блокируются. И начали ошибаться, передача, пошла обратная игра, и немножко преимущественно потеряли. Но, в целом, надо сбивать. К сожалению, в этот момент, уже третий матч, в каждом матче мы имеем 5-6 моментов, в том числе и сегодня, а гола нет. Соперник нашел ошибочку, соперник полицииранный, хорош подбор футболистов, нашел, организовал. Хотя после этого выход был 1-1, было давление, был удар 16 метров, там, попади в створ ворот, гол. Ну, не все сразу строится, потому что это футбол, который мы хотим поставить, его так быстро, чтобы и было преимущество владения, агрессия, атака, и надежность, в том числе, обороны, но и голы. Самое важное, самое сложное в футболе, это гол, а пасть в створ ворот, в борьбе, в контакте, на пульсе 180. Это самое главное, качество игрока. Но сегодня пока этого не хватает. Но, по крайней мере, мы видим направление, видим желание футболистов быть сильными. Это очень важно, чтобы психология была сильной, чтобы мы никого не боялись. Мы это футболисты прививаем. Я не знаю, почему-то у меня большущая уверенность, что все будет нормально, и мы ситуацию выправим, и не будем бороться за выживание, будем стараться подниматься выше. Направление есть, а там дальше уже. Главное сейчас много работать. И правильно, правильно, ребят, настроить, ни в коем случае не их унижать, в том плане, что вот, плохо, что-то проиграли, наоборот, надо поддержать, я поддержал, раздевал, сказал, нормальный матч, провели хороший матч, но не забиваем. Не забиваем, значит, будем, и мы в том числе, террористский штаб, и направление искать ресурсы для тренировочной процессии, элементальности, как забить. Шифрин Гармин, газета «Моё» Сергей Абузьевич, впервые за полтора года команду «Мяч на газон» положил, у нас, вот он у нас обычно летал полтора года, и ракетам его пытаются как-то вылавливать. То есть это вот ваш принцип и ваш стиль игры, да, и игра в контроль. Вы об этом говорили, по-моему, после кубкового матча, что вы хотите доминировать, играть первым номером, не ждать ошибок соперника. Это вот как бы такое кредо у вас. Ну, если кто, меня знает хорошо, с 92-го года работаю я главным тренером, начиная с тех, 50-х периодов, у меня все команды так играют. Все, и Донецкий Таурук в Украине играл, обыграл Киевская «Динамо», «Виталистри», «Ноль», «Днепр» с Хуандой Рамосом, и другие команды, и Кубани обыгрывал «Спартак» 3-0, и 6-2 «Локомотив», хотя была на самом низу. Ну, это на самом деле правильно, подметили стилевые особенности, я от нее не отойду никак. Я не меняю от себя самовое, от себя не уйдешь. Но меня радует то, что ребята принимают эту ситуацию, я вижу, что как они тренируются, у них есть желание огромное. Но надо пазл собрать, отладить взаимодействие. Футбол – это взаимодействие. Поставить такой футбол за такой короткий период, невозможно, чтобы все сразу сверкнуло. Есть направление. Мы понимаем, что еще очень важно, кроме зрелищного футбола, результат, тоже понимаем. Вроде в обороне мы на 1 тоже, учитывая, что мы играем 4 защитника, сейчас у нас пропущена, одна вот сегодня ошибка, и все, 3 матча. Так, было 2 матча на 0. Ну вот, больше волнуйся даже не оборона, а атакующие действия, то есть, слово «столько перспективных атак, вот этого последнего хода перед голом, так называемого, и самого гола его не хватает». Поэтому, да, стиль такой, он будет приеваться, совершенствоваться, и доводить до того, чтобы мы доминировали и играли не в контроле, а во владении. Владение – это для того, чтобы атаковать. Контроль – это пас ради паса, как бы не наш принцип, а владение. Александр Протков, газета «Коммерсант». Догонку вопрос будет. Сегодня первая ваша игра домашняя. Многие тренеры говорили, что низом играть в Воронеже на этом поле тяжело. Как команда адаптируется к такому полю? Насколько вам оно кажется тяжелым и тяжелым? Ну, оно, что поле так цело нормальное, то есть мяч катится, он не дробит, но высокая трава. Вы вспомните, начальника первой тайны, когда Никита Мацпан включается, двигает мяч вперед, сказал, что оторвался соперника, а он тормозится, опорная нога тормозит, скоро теряется продвижение. Это вначале было явно заметно буквально. Для этого футбола, который сейчас поставить, для этих быстрых ребят, в частности, Магаль, Альшин, Мацпан тот же, нужно быстрое поле. Нам нужно, важно, чтобы быстрое поле, но, к сожалению, пока поле не позволяет так, чтобы оно было, как на Западе называют, подъежек пострижено. Такая, к сожалению, издержки есть, не потому, что он плохой, хороший, а потому, что он медленный. Это проблема на самом деле. Сергей Савидов, Илья Воронеж, Сергей, вы из этой трибуны еще в первом этапе начали требовать второго нападающего, выпустить в атаку. О каких-то тактических решениях сейчас не жалеете? Может быть, действительно, стоит попробовать более атакующих выбросов? Ну, мне нравится Валерий Васильевич Лобановский, которого я был на Новогорске, перечет мира 90-го года в Италии, прошел, мы с лучшим участием в школьных тренеров, с Курбан Бикиевичем, в частности, Саша Старков, у нас была сильная группа, очень, это был молодой совсем. Я две недели смотрел тренеров Курбановского на Новогорске перечет мира. Там не было чтобы два нападающих, есть группа атаки, особенно с глубины, с глубины атаковать надо, ставить нападающих это не сама цель, у меня вообще команды всегда самые были результативные, всегда, но у нас есть не нападающие, а группа атаки, большая группа достаточно, поэтому оставить два столба, ну, пока у нас немножечко я боюсь, что не получится. Здесь все-таки нужно атакующий игрок, Мосполна из качества хорошее, он объем делает, скорость, потихоньку выстроим, ну, и будем использовать в частности и Хозера, и Маркова, и Максимова, и Долгова, нас хватает, ребят, сезон длинный, кубок и так далее, хотя, посчитативно, возможно, это и будет ситуация, такая, два нападающих таких больших, вот, но немножко футбота будет подробно смотреться, поэтому, пока такая ситуация, там дальше посмотрим, возможно, как-то мы выстроим, и впишем в структуру, потому что оба парня, они разноплановые, то есть, один за мяч считается, сохраняет хорошо, другую скорость имеет, ну, будем думать, на самом деле, у меня такая мысль, после матча посетила, что, может быть, как-то я встрою, постараюсь встроить, не хватает часа времени, слишком много матчей, и ответственность очень высокая, поэтому, будет ли. можно еще один вопрос, на начале обоих таймов, были эпизоды, когда футболисты разыгрывали мяч до верного, это проявление вашего стиля, или... Ну, да, когда позиционная атака, это называется расшатывание, обороны соперника, мы где-то спешили, наоборот, вот, самая хорошая атака была в Урале, когда мы хорошо мяч контролировали, вывели хорошо на позицию, убойную, по-моему, Мальшина, хорошо разыграли, он бил упор, там, под перекладин, в артах, находился в этой зоне, вот, поэтому, мы даже спешили сегодня, надо еще владеть, и расшатать соперника, найти эту брешь, потому что, когда позиционный оборот, 8 человек сзади, 9, не так просто, куда его бить, надо владеть, расшатывать, искать позиции, отскакивать, система отскоков, это игра Барселоны, в свое время Гордеола, работала на системе отскоков, я тоже прививаю эти качества, система отскоков, включение с глубины, и так далее, и были параметры, достаточно хорошие, выводы игроков, но только паска, то сильный пас, то немножко не в ногу, не под дальнюю ногу, такие моменты шероховатости, они пока еще, ну, повторюсь, снова сразу так невозможно все наладить, а сворачивать, просто куда-то мяч бить, ну, в конце били, и что в итоге у нас ничего не получилось. Ирина Комиссарова, Матч ТВ, скажите, насколько знаешь, сейчас команда почти в полном составе на поле тренируется, а с чем это связано, сразу после матча, впервые такое видимо? Ну, это далеко не впервые, это уже много лет практикуется во всех клубах, европейских в том числе, и наших тоже. Я однажды работал на аванжей, мы сыграли кубковый матч с Зенитом, у нас пол поля мы тренируемся, а пол поля Зенит, и мы с Филашем Божьем мило беседуем с переводчиком. Поэтому здесь, учитывая, что цикл шезидневный, завтра выходной день, ребята, которые не играли, у них предыгранная тренировка, предыгранная тренировка, и сегодня это практически выходные дни. Я слышу, что они, потом справа, что он вышел в составе, а такой неплохо выглядит. Утренька не тренировался, и поэтому надо дать хорошую работу сегодня, чтобы организм работал правильно, утомить немного. А те, кто не играл, раз на тренировка выходной день, то при большой нагрузке, по-простому, кровь густеет, шлаки выпиваются, вниз. Почему венозная составляющая у футболиста проблемная? Надо разогнать, грязь убрать, разогнать с тобой работой, потом опять грязь разгоняется, вот так вот в грубом славе, в грубом славе, ненаучным, чтобы поняли, из лучшего становления. Вот только поэтому они поработают сейчас, остановятся ребята, кто их сейчас играл, а на тренировку выходной день, а те, кто работал, они получат дозу нагрузки, определенную дозировку, чтобы утомились, и тоже правильное обращение, мы сейчас поработали, иначе застойно большой. Чистая методика, а не бульдова. Это запланировано до игры, это не наказание, ничего. Спасибо.